Фёдор Достоевский С четверга на пятницу, перед страстной неделей, Достоевского особенно сильно покусали клопы. Он и так спал плохо, ворочался, забывался коротко, но тут же приходили видения, страшно похожие на явь, отчего он снова просыпался и сидел на кровати, как сыч. Особенно часто его в полудрёме преследовали люди неприятные или те, кому он был должен. Хуже всех был Тургенев Иван, да ещё дружок его тоже барин Гончаров. Гончарову, автору всеми читаемый «Фрегат Паллада», он позорно долго был должен 190 рублей ассигнациями. И пахнущий французской туалетной водой Тургенев этот барин Достоевского даже записателя не держал. Индюк в шубе. Но сегодня на него как-то особенно яростно напали клопы. К ним он, петербуржец, давно привык. Сам министр двора, барон Фредерикс, шутил, что царских клопов в Зимнем дворце не меньше, чем всякой вольнодумной швали в столице. В общем, Фёдор Михайлович до утра не сомкнул глаз, еле дождался семи часов, а в восемь уже открывались казачьи бани в казачьем переулке у Гороховой. Вообще он был небанный человек, не любил скопления голых распаренных тел, дурацкие разговорчики, дешевый портер и рачу кожуру с сухариками. Но брать первый класс с персональными банщиками и ваннами стеснялся и экономил. Но грудь, спина, правая нога и даже сказать неудобно что так чесалось, что Фёдор Михайлович собрал чистое бельё и выскочил ни свет ни заря в тёмное петербургское утро. И вот сидит он на мокрой мраморной скамье, ноги в тазу, слева шаечка с кипятком, в ней парится берёзовый веник, а справа шайка с холодной водой. Сидит, чешет себя обеими руками, кряхтит, постановает и замечает, что он вообще впервые ни о чём не думает. И такая благость не зашла на него, что он даже чесаться перестал. Через три часа в чистом белье, посвежевшись, ясной головой, Фёдор Михайлович уже направлялся к дому. Город уже давно проснулся, и ему навстречу попадались то кухаркины дети, то офицеры в длинных шинелях, то бедная девушка, бредущая по фонтанке, то тощий студент с топором под мышкой. «Словом, вот клоп», — думал Достоевский, — «один, два, ну три». Это ещё куда не шло, ещё можно перетерпеть. Но десятки уже сводит человека с ума. Вся жизнь от этой мелкой сволочи летит к чёрту. Так и в России сотню-другую этих горлопанов, революционеров, нигилистов, взброд, не помнящий родства, ещё можно передавить, убрать куда подальше, припугнуть. А если их тысячи, вся страна начнёт чесаться, день с ночью перепутается, тогда беда. «Скорее, скорее к столу, надо начинать немедленно». И чтобы не забыть, он свернул в ближайшую подворотню, вынул из кармана серебряный карандашик, оглянулся и печатными буквами написал на серой штукатурке проходного двора «Бесы». Субтитры создавал DimaTorzok